Всем привет! В этом видео вы узнаете, какой аппарат для сварки аргоном я купила, почему именно его, ну и, собственно, поварим. Это будет мой первый опыт сварки. Смотрите, что у меня получится. В конце видео поделюсь с вами своими впечатлениями. Погнали! Как вы знаете, я собираюсь строить алюминиевую лодку. Если вы об этом не знаете, смотрите трейлер моего канала. А чтобы эту лодку построить, мне прежде всего нужно научиться варить алюминий. Этим мы сегодня и займемся. А поможет нам в этом мой новый товарищ. Знакомьтесь, Aurora Ironman 315 ACDC Pulse. Купила я его на Авито. Можно сказать, что товарищ мой с пробегом. Ему три года, но продавец сказал, что пользовался им мало. Ну, выбора верить или нет у меня нет, но я склон верить, потому что, судя по внешнему виду, аппарат в состоянии нового. К тому же, есть ништячок. Когда продавец узнал, что варить буду я сама, подарил мне еще вот такую красивенькую маску. Тоже Aurora. Она тоже БУ, но продавец любезно заменил на ней защитное стекло, за что ему просто огромное спасибо. Что могу рассказать об этом аппарате? Собственно, то, что подсмотрела на Ютубе и прочитала в инструкции. Во-первых, я искала аппарат именно на 380 вольт, потому что сеть здесь слабая, и аппарат на 220 работал бы некорректно. А трехфазный будет равномерно распределять нагрузку по электросети и работать стабильно. Во-вторых, как понятно из названия, мощность его 315 ампер. Крутилок здесь, как в самолете. И все названия на английском. Ну, хорошо, что я его немножко знаю, думаю, разберусь, но на всякий случай распечатала себе вот такую шпаргалку с переводом. Рассказывать про его настройки я сегодня не буду, потому что я в них еще не разобралась сама. Расскажу о его основных функциях. Работает он на постоянном и на переменном токе, значит, варить он может практически что угодно. Работает как в двухтактном, так и в четырехтактном режиме. Сама еще не пробовала, но думаю, что четырехтактный режим будет очень удобен для сварки длинных швов. Потому что не надо будет постоянно держать палец на кнопке горелки, чтобы палец не офигевал. Еще у него есть регулировка баланса полярности, о которой я пока тоже не готова рассказать. Но знаю про режим импульса. И это крутая штука, потому что он позволяет металлу не перегреваться при сварке. Особенно, когда металл очень тонкий, это очень удобно. В комплекте с аппаратом идет горелка с водяным охлаждением и рукав длиной 4 метра. Он очень увесистый. Также с аппаратом мне достались комплект сопел и комплект цанг от 1,6 до 3,2 мм. Так, аппарат я подключила. Он стоит здесь внизу. Там нет ничего сложного, просто вставляешь штекеры. Они сделаны так, что их не перепутать. Хочу сказать о горелке. Мне она досталась с керамическим соплом. Но на просторах ни русскоязычного, ни америкосовского ютуба я не видела, что вы варили с соплами. Поэтому я тоже не стала пробовать варить с соплом. Поехала в магазин со своей горелкой, где мне подобрали комплект для установки керамических газовых линз и две линзы номер 7 и 8. Сейчас мы быстренько апгрейдим горелку и начнем варить. Поехала в магазин со своей горелкой, где мы варили с соплом. Итак, друзья, приступим к сварке. Для начала хочу сказать, что просматривая ролики на ютубе по сварке, я поняла, что учиться варить новичкам лучше на больших токах и на металле потолще. Поэтому я купила себе в приеме чермета вот такой вот кусок металла. Он толщиной 4 мм. Я поверхность, где буду варить, предварительно зачистила болгаркой с лепестковым диском. Газ в подачу я выставила на 8 литров в минуту. Электрод я использую 3,2 мм синего цвета. Теперь включаем аппарат. Итак, аппарат переключаю на режим AC. Двухтактный режим без пульса. И силу тока выставляем на 125 ампер. Варить я буду для начала пробовать прямой шов на ровной поверхности без стыков. Ну что, приступим. Так, вот надо устранить, чтобы у меня же аппарат готов. Так, как он будет сюда. А я не считаю, что это дороже, а так ровно получше. Ну что, начнем. Сейчас я очень переживаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Интересно, второй раз получилось хуже, чем первый. Сейчас я вам покажу. Подолк сильно нагрелся, я прям чувствую его левой рукой. Посмотрите. Надеюсь, вам видно, друзья. Он даже дымится немножко. И еще две недели. Реально надо попробовать еще поварить. Да, устает сделать шок. Ну что, сейчас будем варить шок-псты. У меня есть вот такие две заготовки. Их надо будет сначала прихватить. Они потолще, чем твой кусок. Поэтому силу тока выставляем на сто пятьсад. Даже, наверное, на сто шестьсад ампер. На прихватке. Начнем. Звучит шок. Тоже полнее. Тоже не가요. Смотрите. Звучит шок. Продолжение следует... Ну, это так бывает. Я на косячика глядывала с электродом в металл, и, если честно, сама как напугалась, что не знала, что сказать. Ну, теперь я заново сточила электрод. Пробуем еще раз. Продолжение следует... Ну, может, получилось. Теперь, чтобы проварить остальной шов, убавляем силу тока наверху на 140 ампет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всем чао, какао!